приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сетникова и алексей дмитриевич дела и можно просто лёшек привет а еще человека рюкзак я кстати сюда опять приехал с рюкзаком даже кого-то это раздражает но не смотрите тогда если если вам это не нравится и так работа кипит в этом ролике будет нарезка обо всем соберу новости которые я снимала в течение какого-то времени так что это ролик не одного дня и так вчера лёшек собрал вот этот замечательный шкафчик который я привезла со старой квартиры и ура наконец-то хоть что-то можно положить в шкаф и пользоваться им так скажем жизнь цивилизация наступила в этот дом так что-то с фокусом вообще в общем целый день ушел у нас уж ушел у нас на сбор этого шкафчика но мы это сделали объясню почему целый день да я сейчас объясню и так шкаф был куплен в икея наверное в десятом году я покупала сыну в комнату он отказался от него при переезде говорит я буду покупать все новое но я это и этому если честно обрадовалась потому что вот в эту комнату он мне как нельзя лучше подошел вот прям получилось гардеробная они говорит как будто встроенный шкаф вот здесь вот вы видите небольшое расстояние между стеной туда как раз и встала от пылесоса вот это вот короче вы поняли как называется штанга от пылесоса короче шла шланг от пылесоса вместе с этой вот палкой короче вот как правило такие вещи не знаешь где хранить но вот эти 10 сантиметров между стеной используется очень даже хорошо покажу вам наполнение шкафа значит сложность извините перебью она вчера на радости после того как мы это собрали мы уже спать звалились она полночи бегала прыгала тут загружала да я вчера очень радостно все это собирала хотя уставшая была чего не знаю ну как лёшику помогала там придержи здесь под тени это подай в общем в таком вот ракурсе так сейчас лёшик там пилит чтобы немножечко я отключусь сейчас перепели ты продолжил рассказ и так в чем же сложность была вы видите что шкаф практически в полную высоту потолка в этом доме во всех комнатах разная высота потолка и вот это самая высшая . здесь 245 там где-то вот так вот получается потому что 240 это высота шкафа больше ни в каких комнатах нет такой высоты только здесь я очень этому рада потому что в остальных комнатах шкафы я вот сегодня заказала еще один шкаф должны быть ну максимум 220 здесь же 240 и он сюда хорошо встал значит шкаф икея пакс называется плохое качество дсп здесь или лсп как она там называется ну можно сказать опилки и палки но очень хорошее наполнение я заказывала тогда сейчас открою вы посмотрите какое наполнение там шкафа очень удобная но старалась для оценули вот он тогда стоил по моему 20 чем-то тысяч покупала я по скидке его сейчас не знаю сколько стоит но качество дсп плохое и эти шкафы они не собираются второй раз но нам это удалось я читала отзывы ну новый шкаф собрали если его разбираете и куда-то переезжаете то второй раз он не собирается потому что очень плохое качество дсп и мы собирали его стоя потому что высота шкафа 240 здесь 245 и горизонтально его никак нельзя было собрать вот в этом была и сложность сейчас открою не хочу я показываться в зеркало покажу вам наполнение шкафа и так вот верхняя полка сейчас я сложила постельное белье туда новая вот то что я покупала я вам показывала сегодня в адрес я получила еще вот такой комплект красивейшего белья это дополнительная простынь натяжная к нему но и белье такое же вот все белье вот такой расцветки шикарнейший комплект 2 600 просто 1050 рублей ну и там вот не распакованные вещи которые я покупала здесь для верхней одежды но сейчас здесь стоит и пылесос вы видите ну и то что я сейчас одеваю вот эти обои которые будут в общем по максимуму все упаковала в здесь выдвижной ящик 1 выдвижной ящик 2 и а я заказывала вот такую для обуви сетку да вот такое удобное наполнение сейчас открою вторую половину значит во второй половине тоже вот верхняя полка туда поставила я переноску для наших кошаков здесь тоже пока что все хозяйственные здесь будут у меня постельное белье лежать еще вчера я его сюда не положила вот полка под постельное белье вот это ну и там что мало используется самый верх здесь тоже пока лежать люстры и бра для нижнего белья еще один выдвижной шкаф и тоже здесь я сейчас пледы сюда положила вообще этой полка для обуви вот такое хорошее наполнение этого вместительного шкафа здесь придется мне затирать карандашиком или фломастером или что-то еще какие-то воском немножечко он поцарапался но так в принципе в принципе очень хорошая хороший шкафчик да вчера мы вот здесь вот вам покажу выломалась вот это вот dsp и представляете на что лёшек это все как он это все устранил вот это шпаклевка фугенфюллер или как фугенфюллер вот этого серого цвета она послужила как вот древесные как это называется шпаклевка для древесины вот замазали здесь я еще щас здесь не вытирала ночь постояла ну то есть вот здесь вот все было выломано и невозможно было прикрутить вот этот последний навес на дверь вот вышли из положения сейчас все достаточно хорошо работает в общем лёшек молодец друзья привет хочу рассказать ситуацию которая приключилась нами утром слава богу бог спас значит улица ленина бывшая крепостная перекресток вот сюда пошла улица ленина вернее вот сюда в эту сторону мы с анечкой шли в фикс прайс и я чуть не осталась коллегкой скажу так не знаю какие-то высшие силы меня спасли сейчас я покажу что же со мной произошло и вот на обратном пути мы идем взяла специальную палку у меня вот в руке там спиленная береза была чтобы это устранить потому что не всем так может повезти как мне человек может просто остаться коллегой сейчас покажу в чем дело и так шли мы вот по этой улице поворот сюда и уже вот занесло снегом вставляете здесь открытый колодец вы представляете и я вот сюда просто встала ногой и ну как сказать оступилась когда я повернулась назад я просто если меня смотрят какие-то городские службы ребята посмотрите просто остаться коллегой вот я сейчас сюда вставлю вот эту березу представляете какая глубина вот и это не до конца здесь просто застряла береза и она я не знаю какая там глубина там наверное но больше двух метров представляете какая жесть так что будьте осторожны но я не знаю как быть осторожны вот снегом все занесло видите мы же туда шли была дырка я встала как я как вот вот скажите как я могла остаться живой и не поврежденной какие-то высшие силы меня берегут вот эта дырка назад ее опять занесло снегом я вставила сюда березу чтобы люди понимали что там наступать нельзя так что друзья вот такая история у нас приключилась но я говорю мне просто повезло и так это улица ленина крепостная дальше вот сюда прямо центр купила я наличники купила лампы до зашла фикс прайс поменяла этот коробочку эту которая оказалась бракованная в общем идем домой сюда пойдем дай ну пошли так что друзья береза стоит я надеюсь что это спасет кому-то ноги руки а может быть и жизнь друзья посмотрите какая у нас красота камера к сожалению не передает всей красоты и вообще у что-то с фокусом происходит это красивее чем в москве пошли с анечка магазин морозно ветерок такой поднялся и просто офигеваем от этой красоты посмотрите как украшен наш город очень красиво просто очень вот парк я купила себе вот такую тачку 1100 рублей тачечка но так с ней хорошо вот вам елочки и там олени и еще не не все включено я думаю что включат на полную мощь вот инсталляция стоит снежинки видите но еще не включена здесь а там все уже горит очень красиво просто очень настроение шикарное сегодня мы с лёшиком собирали шкаф возможно покажу вам может быть сделаю сборную солянку у меня там накопилось несколько видео поэтому если будет какой-то сумбур вы уж меня простите поделюсь сразу всеми новостями которые были в течение трех дней пока я не снимала видео но видео некогда было снимать плитку клеила на стену ой все горит смотрите вон какие олени и санки вот очень красиво я так понимаю это наш типа белый дом весь в огнях вот елочка но она не горит на дороге тоже дедушка мороз едет в упряжке на тройке лошадей специально пошли в эту сторону рука конечно уже отмерзла но такую красоту не могла я вам не показать народу мало идешь наслаждаешься у нас кстати не посыпают реагентами это очень здорово вот народ притоптал конечно когда скользко это не очень хорошо но иногда посыпают песком таким вот в нынешнее время дорогим стройматериалом но здесь реагенты не сыпят от слова совсем вот переходим дорогу в общем город украшен ждем новый год ну а сейчас придем еще нужно поставить вот здесь посмотрите как все вот колесо обозрения и тоже деревья я не знаю как они называются тоже а но это по моему елки даже стоят у нас даже по улице народ украсил там есть один очень красивый зажиточный дом на угу я вам как-то его показывала я вчера канечке шла а там все все горит в огнях так красиво люди украсили вот старый раненбург отель но нам направо и домой все друзья друзья рука отмерзла совсем выключаюсь пусечка у нас загорает на солнышке посмотрите как я украсила часы вот таким украшением из фикс прайса и сейчас коль мы перешли на рукодельную тему сейчас покажу вам еще один вариант светильника который я переделала из фикс прайса из коробочки под вино и так показываю вам свое рукоделие вот последний забрала я еще вот такую коробочку такого плана и посмотрите помните эту бутылку которую я вам показывала из-под вина украсила вот таким вот кружевом помните вот этот вот патрон который я на озоне покупала и два штуки было 116 рублей до 2 патрона вот таких купила лампу свечу сейчас ее там не видно за этим кружевом кружева покупала фикс прайсе стоит 99 рублей и вот такая штучка с выключателем можно купить отдельно называется шнур с выключателем для бра все присоединила в крышке сделала вот там в крышке сделала отверстие то есть отверстие делала кстати приспособление дырокол для кожи как-то я в роликах вам показывала уже не буду искать вот в этом дыроколом для кожи пробила дырочку естественно сначала опустила туда провод потом при помощи изоленты вот это кстати вот это я выкручивала это мне не понадобилось просто соединила два проводка с проводом все светильник готов дальше при помощи клея титан приклеила кружева и вот такая красота получилось очень красиво красиво и дешево и такого светильника поверьте не будет ни у кого я сейчас вам конечно могу включить но 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 сейчас светло и вы увидите всей прелести всей красоты все все выключен вот так вот он горит но запущу штурм может быть что-то изменится вот кружева рассеивает нам свет он не слепит нам глаза и получается вот такая красивая практически сказочная вещь вот это кружева кстати можно купить разного плана я имею ввиду разные сейчас на свет покажу разные рисунки кружева но я выбрала вот такое похожее на ирландскую сеточку вот видите всего 100 рублей то есть получается что себестоимость этого светильника 250 рублей коробочка 50 рублей патрончик будем считать это 300 рублей шнур где-то около 100 рублей 400 рублей вот вам и ну и бутылка попьете вина и вот такой светильник который повторюсь ручная работа очень красиво смотрится теперь давайте отвечу на вопрос был вопрос задан почему вы стену кладете не снизу вверх а сверху вниз я объясню почему понимаете чтобы выйти на красивый верх который бросается в глаза чтобы у вас там шла не половинчатая плитка а вот целая плитка да вот вы видите целая плиточка внизу что выйдет внизу вы там уже подкорректируете а вот вверх вывести красиво но мне показалось это сложно конечно можно класть и снизу вверх и так будет гораздо проще вы просто сначала вы видите низ то есть нарисуете по уровню вот эту линию приложите потому что и полы бывают неровные и как у меня потолок бывает неровный все конечно можно нужно просто четко вымереть чтобы у вас вверху не получилось половина кирпичика чтобы это смотрелось красиво снизу вверх я согласна с вами плитка друг друга держит она не ползет вниз и так конечно же гораздо проще работать может быть вот в следующий раз вот эту стену я буду делать тоже может быть я буду класть уже снизу вверх можно и так и так нужно просто рассчитать чтобы это зрительно выглядело красиво ну вот мои хорошие на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео кузьма у нас очень полюбил вот эту корзиночку я покажу вам плиточку как она лежит у меня в палисаднике я кстати ее закрыла сверху вот этой лентой упаковочной не знаю правильно я сделала или нет я из тех соображений что плитку мне выгрузили еще на травку в этот же день я ее укрыла сверху и в эту же ночь пошел снег и я это сделала из тех соображений что будет снег таять будет опять идти будет вода попадать между плиточками ну как-то будет ее распирать в общем решила я это дело укрыть укрыла ее сверху плиточка на весну у меня готова она уже у меня душа спокойно и весной будем ее выкладывать ей укладывать двор зона барбекю может быть отмосточку сделаем вот там дорожку в общем будет все очень красиво комфортно и радовать глаз ну вот сегодня у нас солнечно-морозно температура по моему ниже десяти градусов я ходила в адберис опять купила цветочки еще два вот таких цветочка две вот эти розочки купила мне они очень понравились заказывала такие же белые от белых отказалась вообще не то выглядит как-то дешево а вот этих вот еще парочку купила в общем готовлюсь к украшению дома думаю что у меня это получится да благодарю вас за комментарии к видео стена из кирпичиков ни одного плохого комментария я очень вам благодарна не всем ответила поставила сердечки потому что это невозможно было мне уже ответить так выпал у меня держу вот этот штору вот как раз посмотрите вырезанные сплинтуса утяжелитель вот сюда в карманчик вставляется и шторы тогда ну как-то лучше держится все мои хорошие всех обнимаю все люблю до скорых встреч с вами была Елена Светыкова пока-пока и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!